Выселять нельзя оставить. Игорь Клюйко проработал в структуре МЧС более 20 лет. Служил государству и, что немаловажно, ему же доверял. В апреле прошлого года в ведомстве прошло сокращение. Игорь, главный кормилец многодетной семьи, остался без работы. По увольнению мне выплатили все денежные компенсации, которые положены были. Но при этом, согласно постановлению правительства, когда меня поставили на учет на получение изновременно социальной выплаты, по увольнению меня не обеспечили данной выплатой. И когда я проходил службу в МЧС, предоставили служебную квартиру. По увольнению, то есть через суд, меня выселяют. 6 марта суд принял решение о выселении семьи со служебной квартиры с отсрочкой на 6 месяцев. Сурово – да, бесчеловечно – возможно. Но таковы правила не служишь – освободи жилье для действующих сотрудников. Семье из 6 человек, где 2 малолетних ребенка и сын инвалид, пойти просто некуда. Даже вот поставить ребенка в садик, то есть нужна прописка. Без прописки никуда. Также теряется, наверное, и школа, и медицинское образование, медицинское обслуживание. Так что да. Приобрести свое жилье за годы совместной жизни у Игоря и Ольги не получилось. Всегда были какие-то более важные расходы. Не на рестораны и красивую жизнь. На детей. Сотрудники не так много получают, чтобы можно было накопить. А брать ипотеку, вот видите, если бы мы взяли ипотеку, то сокращение прошло. А как же? Я вот пенсионер, получаю пенсию. Хорошо, старший сын сейчас еще работает. Я тоже устроился опять на работу. То есть семью кормить надо. Сын инвалид с детства. То есть мы регулярно раз в три месяца ездим на лечение в Санкт-Петербург. В очередь на получение единовременной выплаты на приобретение жилья Игорь Клюйков стал в декабре 2014-го и был 40-м по счету. Как нам пояснили в главном управлении, после увольнения, поскольку семья многодетная, Игорь стал пятым. В этом году Министерство чрезвычайных ситуаций изыскало порядка 1 миллиарда рублей на данный вид поддержки. Министерство поставлено четкая задача в приоритетном направлении обеспечить всех многодетных, максимально используя тот ресурс, который будет выделен Министерству в этом году на единую социальную выплату. Поэтому нами направлено письмо непосредственно начальнику финансо-экономического департамента МЧС с целью изыскать возможность приоритетного направления именно данного сотрудника на получение единой социальной выплаты. Ждем ответа. Если ответ получим, соответственно, моментально доведем этот ответ до товарища Клюйкова. Парадоксально, но до сих пор никто из сотрудников главного управления эту выплату не получал. У Игоря Клюйко есть шанс не остаться с четырьмя детьми на улице. Но это в том случае, если регион получит денег минимум на пять сотрудников.